Рождественские скидки до 50% во всех магазинах Элкор и в универмаге подарков Элкор Плаза. Одежда и обувь, игрушки, посуда, домашний текстиль, электроника и бытовая техника. Рождественские скидки до 50% во всех магазинах Элкор и в универмаге подарков Элкор Плаза. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Болтком. Марафон, новогодний марафон. Мы уже третий день подряд его проводим. Называется он «2015-го прощай, да здравствуй, 2016-го». Подводим итоги уходящего года. В студии Абик Элкен, Оксана Антоненко и звукорежиссер Евгений Копейн. Мы сразу напомним телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале MixNews.lv. Те, кто следят за нашим марафоном, подведением итогов, уже, наверное, знают, что хотя у нас сразу участвует одновременно несколько человек, несколько гостей, и это совсем не значит, что у нас какие-то политические дискуссии, да. Все-таки мы просто подводим итоги и сразу приглашаем людей из разных сфер, чтобы можно было как-то так всесторонне осветить все, что было в следующем году. И, наверное, представим сегодняшних гостей. У нас глава партии «Носерс» в Латвии, депутат Сейма Ингуна Сударба в студии. Добрый день. Добрый день. Бывший мисс сообщений депутат Сейма Анри Сматис тоже у нас в студии. Добрый день. И спортивный журналист, всем, я думаю, хорошо известный, комментатор Анатолий Крейпанс. Добрый день. Здравствуйте. И советник главы МИДа Латвии Виктор Макаров тоже у нас неоднократно и в течение этого года был в эфире, так что есть возможность подвести итоги. Может быть, тогда сразу, наверное, вот господи Сударбе вопрос. Как женщине, что вот для вас, как женщине, все-таки нужно перво дать возможность, перво ответить. Вот для вас что было самое важное, может быть, в этом году, что бы вы хотели подчеркнуть, не знаю, позитивно или, может быть, не очень, но что вам врезалось в память? Вы знаете, для меня самое важное всегда, чтобы моим родным все было хорошо. И я рада, и навещала, и Рождество вместе, встречалась со своими родителями, семьей брата, когда у всех все хорошо. Есть здоровье, и те планы, которые были на год намечены, они успешно реализовались. И когда у тебя рядом, спокойно, со твоими близкими, и совсем по-другому работа идет, и мир по-другому выглядит. Так что я всем и этого желаю, чтобы, в первую очередь, для всех в семье, с родными все было хорошо. А как насчет страны, все-таки, господа Сударба, что в стране самого важного случилось в этом году? На ваш взгляд, да. Ну, я это оцениваю с той точки зрения, что, к сожалению, страна не интересует тем, который правит страной. И тот механизм управления страной, какой он был уже в предыдущие годы, он продолжается, когда интересует только какие-то отдельные проекты, договоренности между собой, политическими силами, и какой проект кому интересен, и с такой точки зрения, и управляют страной. Так бы не было той ситуации, когда общество недовольно, в том числе предприниматели. То, что увидели, незаинтересованность, тинизм, который нарастал в течение этого года, ну, у меня нету таких позитивных эмоций по этому отношению. То, что люди индивидуально продолжают успешно участвовать, есть успехи и в спорте, и в музыке, и в бизнесе, и есть чем гордиться, это та сторона, когда каждый добросовестно делает то, что он лучшее может от себя дать. Господин Матис, у меня к вам, наверное, такой полуриторический вопрос. Что самого важного у вас случилось в этом году? – Ну, если в личной жизни, то было и много негаций. Мой брат умер в феврале этого года, так что этот год, ну, нельзя сказать, что был очень успешным. Но сейчас мне больше времени проводить вместе со своей семьей, и это очень позитивно. Если касается, смотря на государство, то ситуация в стране улучшается, средняя заработная плата повышается, экономика растет, медленно растет. Я думаю, что не все так плохо, как кажется. Конечно, всегда можно было желать лучшего, но я думаю, что следующий год должен быть лучше, чем этот. – А вот господа Сударба только что сказала, что, наверное, правящих не очень интересует то, что они там делают в своем правительстве. Вот вы, как бывший представитель правительства, согласны? – Я не полностью согласен, нет. Конечно, правительству надо и принимать непопулярные решения, но правительство очень много прислушивается к мнению людей, к мнению предпринимателя. Не всегда возможно найти тот компромисс, который был бы приемлем для всех сторон. Но, конечно, всегда бы можно было лучше, если мы смотрим на налоги, которые при подготовлении бюджета следующего года очень много дискутировались. То, конечно, эти дискуссии надо начинать сразу сейчас для следующего года, чтобы был год времени, как подготовиться для предпринимателя и для жителя и высказать свое мнение. Это нельзя делать за очень короткое время. Это может быть то, что госпожа Сударба тоже говорила, что все реформы, которые будут произвестись, и в следующем году, наверное, предстоит реформа образования, реформа здравоохранения, но они должны быть продискутированы в обществе для того, чтобы все могли высказать свое мнение и найти самый лучший компромисс. А вот нам всегда интересно, как чувствует себя человек, который перестал быть министром? То есть вы стали более счастливым? Конечно, да. У меня очень много свободного времени. А что же вы делали тогда так долго на этом посту? Ну, как знаете, это не такой очень, как сказать, пост, где можно работать с восьми до пяти вечера. Тут очень, это очень тяжелая работа. И сейчас, конечно, работы меньше, но могу больше времени проводить вместе с семьей. Например, младшего сына могу уйти в школу, что мне удалось до этого и так далее. Так что, и, конечно, ну, есть больше времени проводить вместе с семьей. И это очень хорошо. То есть дети рады вашим переменам? Конечно, дети, семья рады. Вот интересно, что вот спорт, наверное, такая сфера, где все-таки больше позитивных эмоций, чем негативных. Вот, господин Крепен, что в этом году вот такого значимого, я понимаю, что много событий было, тяжело, наверное, одно выделить, но все-таки, что у вас в памяти осталось такого? Ну, вы уже частично ответили. Много событий, что трудно выделить. Я в очередной раз убедился в том, насколько мы богаты в спорте. Вопреки тому, что у нас нет этого, нет этого, не хватает того и не хватает еще этого. Но вот и даже между нами, журналистами, иногда дискуссия определяется их же лучших спортсменов, или это гада балу спорта, или это спортовый язык, который делает свои обзоры. У нас настолько широкий выбор, что, ну, иногда мы потом сами удивляемся. У нас вроде ничего нет, но у нас все есть в то же время. И сравнивая с теми же соседями, ну, посмотрите, в скольких видах спорта мы имеем, если не представителей высшего мирового уровня, то близко к этому пальцев двух рук может и не хватить. Так что я в очередной раз убедился, насколько мы в спорте богаты, и тренерами, и спортсменами, и молодыми талантами. Остается только, чтобы пожелать, чтобы было меньше вот этого, нет того, нет этого, не хватает этого. Ну, это, наверное, неизбежно, это всегда чего-то будет не хватать. Спросите у кого-то в Германии, у них все хватает. Конечно, никто не ответит, что всего достаточно. А что-то вас удивило, все-таки вы так давно вот отслеживаете спор, не знаю, позингис вас удивил, нет? Частично удивил, потому что я был уверен, что он не провалится, потому что он имел очень хороший сезон в Испании предыдущий. Но то, что он так себя проявит, и что... Я не помню, кто из латвийских спортсменов за последние лет 20 такой резонанс производил в мире, не только в баскетболе, а вообще в мире. То есть рекламу Латвии на гостях, да? Он уже сделал рекламу такую, что, дай бог, еще кому-то все вместе такую сделать. Но вот это был сюрприз, да, что он так начнет играть. Это, наверное, самый большой, самый приятный сюрприз этого года. А может быть, вы могли бы еще несколько фамилий перечислить для скептиков, вот кому все время чего-то не хватает? Ну, тот же Бобслей, тот же Мэл Барлист, те же братья Дукурсы, тот же Пал Сионас, парень, который первый сезон вообще выступает в мотокроссе на чемпионате мира, и сразу же выиграл серебро, и тем более до последних этапов боролся за титул чемпиона мира. Сэппинь-синь. Это, ну, а Лаура, Икоаннец Адмедене, бронза на чемпионате мира по Семиборю, и те же наши сборные, даже мужская баскетбольная сборная, да и та же хоккейная и футбольная, хотя там мы всегда ждем что-то большее. Но, опять же, посмотрите, у нас и в хороших лигах игроки играют отдельно, и у нас в том же гонболе играют два игрока в немецкой Бундеслиге, которая сильнейшая клубная лига мира вообще, да, так что достаточно еще перечислять. Да я думаю, хватит. Даже в футболе, который не всегда отличался, и то там уже есть игроки такого. Конечно, конечно. А вот дошла очередь и до советника МИДа, но я понимаю, что ситуация в мире напряженная, но, тем не менее, может быть, что-то было такое значимое в позитивном, со знаком плюс во внешней политике. Да, было. Я думаю, что мы все, говоря о событиях этого года международных, фокусировались на двух словах – терроризм и потоки беженцев. Еще санкции. Есть. Ну, санкции еще, да. Тоже можно. Но я думаю, что за этим осталось незамеченным одно, даже два очень важных события. Я немножечко, к счастью, имел возможность быть причастным к процессу и очень многому от этого научился. Мир в этом году. Все страны, члены Организации Объединенных Наций договорились о повестке 2030. Что это такое? Это договоренность о том, что мы будем все, все страны совместно, помогая друг другу, стремиться достичь каких-то целей в развитии, чтобы искоренять бедность, чтобы не было людей, которые живут на доход 2 доллара в день, например, и так далее. Это важно, потому что раньше такого не было. Раньше не было такой глобальной договоренности. Это делать, и не было реальной решимости богатых стран бедным действительно помогать. Почему это для нас важно? Потому что как раз-таки бедность, отсутствие развития в конечном счете ведут к тем явлениям, с которыми мы сталкиваемся сегодня, в том числе к терроризму, в том числе к потокам людей, которые бегут из своих стран, где они не могут построить свою жизнь и жизнь для своей семьи нормально. Поэтому такая договоренность – это большое достижение. Это было очень непросто. Я видел, насколько сложно шли переговоры. Это означает, что это реальный процесс. Не просто приняли красивую декларацию и забыли. Это очень серьезный реальный процесс, где действительно будут богатые страны давать средства для тех стран, которые нуждаются в этом, для того, чтобы достичь какого-то нормального уровня развития, чтобы у вас не образовывалось два совершенно несвязанных между собой мира. Это первое. Второе. Договоренности по климату тоже Париж, но в данном случае Париж в очень положительном смысле – это большое достижение французской дипломатии. Договорились все страны о том, что мы будем стремиться уменьшать воздействие на климат, стремиться к тому, чтобы средний рост температуры в мире не превысил 2 градуса. Это очень технично. Почему это важно? Потому что, если мы этого не сделаем, мы столкнемся с очень серьезными последствиями. Даже мы здесь, в Латвии, будем очень сильно страдать от того, что климат изменит не только, условно говоря, карту Земли, но и ситуацию в сфере безопасности. То есть это опять связано с потоком беженцев, это опять связано с нестабильностью, терроризмом и так далее. Будет выполняться эта договоренность, сможем этого избежать. А вот я, может быть, добавлю, господин Макаров, немножко скепсиса. Надеюсь, что вы нам всем дадите надежды на будущий год. Вы говорите, вот сейчас богатые страны заинтересованы в искоренении бедности. Но ведь если бы не эта бедность, богатые страны, может быть, имели бы меньше возможности зарабатывать. Они ведь сами строят вот эти вот заводы в Китае и Индии и платят те же самые копейки тем же самым бедным людям, таким образом провоцируя развитие вот этой бедности. Ну, в Китае уже далеко не копейки. И опять-таки, говоря о Китае, где действительно... Я утрирую сейчас, вы понимаете? Нет, это очень важный пункт. Китай действительно, это как бы мастерская всего мира. Китай, благодаря тому, что он стал производить сначала действительно за копейки, экономически очень сильно поднялся. Я думаю, что если вы спросите китайцев, как они оценивают развитие последних 30 лет, они скажут, это было хорошо. Они на этот счет как раз-таки выросли и поднялись из абсолютной нищеты на средний уровень. Они уже, в общем-то, не считают себя классической развивающейся страной. Ну, хорошо, сейчас не Китай, а Юго-Восточная Азия, например. То же самое. Там, где происходит экономическое развитие, там, где экономики включаются в международное разделение труда, гораздо больше возможностей для того, чтобы дать хотя бы минимум людям. Хуже всего там, где таких возможностей нет, где нет вообще никакой надежды. Не на то, чтобы создать собственный бизнес, не на то, чтобы работать в образовании, в государстве, в здравоохранении. Да, может быть, еще, господи Судове, такой вопрос, поскольку мы тут второй круг сейчас проходим. Вот мы знаем, что сейчас происходит в этот момент. Один из итогов года – это отставка правительства господи Судове. Но вчера президент, выступая по телевидению, мы смотрели, он сказал, что не волнуйтесь, в январе правительство будет. Как вам кажется, вы разделяете этот оптимизм, что в январе правительство будет? Мне трудно сказать, так как те партии, которые имеют больше мандатов в парламенте, должны брать на себя эту ответственность. Это касается Вен-Отебе, может быть, Андрей Сматы лучше информирован от тех решений, которые готовы принять, и по какому графику эти решения будут приниматься. Но смотря на ситуацию, я днем раньше слышала генерального секретаря Вен-Отебе по радио, он говорил про начало февраля, когда можем ожидать, может быть, новое правительство. Я считаю, как раз это показывает ту неответственность к стране, когда спокойно могут жить без правительства, которое уже юридически утверждено. А нам угрожает вообще такая ситуация? Это возможно, что вот в Латвии полгода нет правительства или год нет правительства, как вот в некоторых европейских странах? И что мы от этого, собственно, потеряем? Может быть, нормально так? Я считаю, что это ненормально, потому что если есть понимание, что ты отвечаешь за страну, то там должны руководить люди, которые принимают решения, понимая, что они за эти решения будут отвечать. Я не понимаю, как можно сейчас принимать серьезные решения, те, которые уже находятся в отставке, как бы сидят на чемоданах, не зная, когда они уйдут из этих кресел. Хоть реально, наверное, большинство так и продолжит потом работать, но это не ответственное отношение к стране и к жителям. Но вот господин Матис говорит, что когда он перестал быть министром, ему стало легче и, в принципе, все стали более счастливыми. Так может быть, в этом проблема? Никто не хочет? Ну, я опять не понимаю то политическое сцело, которое, находясь в парламенте, в которых есть больше всего мандатов, неспособность выдвинуть премьера, брать ответственность и идти с инициативой создать это правительство. Но как наша партия носит слабое, у нас просто нету реальных возможностей это делать, но есть те, у которых есть большинство в парламенте, можно нормально решить эту проблему. Это о чем говорит, что нету кадров, которые могут брать ответственность. Когда шли на выборы, то представляли свою программу, свое видение, что готовы сделать, что есть большой, много резервистов, которые готовы брать ответственность и руководить правительством. Пока, пожалуйста, берите ответственность и начинайте работать. Да, ну вот господин Матис, как вы прокомментировали, мы знаем, что сегодня неофициальные консультации происходят, вот и в этот момент, и час тому назад было ваше руководство президента. Вот на ваш взгляд, как вы видите эту ситуацию? Ну, во-первых, хочу сказать то, что правительство есть, и оно работает. Конечно, серьезные решения, как и госпожа Судрова говорила, серьезные решения принимать очень трудно. Конечно, это не очень хорошая ситуация, что уже практически месяц прошел, и мы никуда дальше не продвинулись. И это, конечно, для страны нехорошо. И стабильность должна быть. И понимаем то, что необходимо решать очень важные вопросы в ближайшее время правительству. И вряд ли правительство, которое подало в отставку, может эти вопросы решать. Ну, например, ЛТЛКОМ и ЛМТ, предложения. Ну, и тоже бюджет с 2017 года, уже процесс начнется с начала года. Кто будет эти реформы делать в образовании, в странах хранения? Ну да, но январь или конец января, или середина февраля, это одно, как сказать, подготовление можно, но это не критически. Но очень много работ, которые необходимо сделать в следующем году. И президент вчера тоже отметил, что это европейские фонды, которые необходимо подготовить, документы. Мы знаем, что в следующем сезоне для строителей будет очень трудные времена, потому что нет подготовленных правил для того, чтобы самоуправление могли произвести инвестиционные проекты. тоже образование, здравоохранение, все эти реформы необходимы. И это надо подготовить, это надо делать правительству, которое не в отставке, но действующее правительство. Я тоже надеюсь, что в январе будет новое правительство, которое, во-первых, партии договорится о тех работах, которые необходимо, о тех приоритетах, которые необходимо сделать. И будет новое правительство, которое активно займется теми вопросами, которые для государства очень важны. А вот один из последних скандалов, который касается правительства в том числе, это вроде как бы один из повод ухода господи Стравом, это повышение зарплат министров и отдельных политиков в СЭМе. С одной стороны, мы вроде ругаем политиков за то, что они себе зарплату повышают. С другой стороны, вы сами говорите, что не очень-то вы расстраиваетесь по поводу того, что ушли из правительства. Мы также знаем, что у каждой партии есть проблемы для того, чтобы составить список потенциальных кандидатов на посты министров. То есть, в общем-то, желающих не так много. И партийные списки тоже составить довольно сложно накануне выборов. Как считаете, мы не слишком ли, может быть, строги к политикам, к министрам, к депутатам? Мы это, я имею в виду, общество. Может быть, вот этот наш негатив, он слегка необоснованный, все-таки как-то перебарщиваем? Ну, нельзя сказать, что это необоснованно. Пока люди будут жить очень бедно, пока заработная плата очень низкая, мы можем говорить о реформах и больших достижениях экономики, но пока это не почувствует каждый человек, общество будет строго. Это нормальное явление. А вот у вас не сложилось в этом году ощущение, что нам все обещают и обещают, в смысле политики обещают и обещают, что станет лучше. А как-то все не становится и не становится? Ну, становится, но, может быть, не так быстро, как этого хотелось. Мы знаем, что очень много людей, которым экономическая ситуация очень плоха, несмотря на то, что экономика развивается, и инфляции практически нет, но повышение заработной платы идет очень медленно. То есть, необходимо, конечно, критика из общества. Это очень важно и для политиков, и для страны, и для правительства, и для всех. Но надо понимать, что, конечно, есть вещи, которые можно сделать, есть вещи, которые требуют немножко больше времени. То есть, у вас нет ощущения, что вот это терпение народное, оно где-то около предела? Ну, я так не думаю. Ну, конечно, очень много негативного, и этот негативный скапливается, и тогда, ну, эта критическая масса как-то скапливается. Но я не думаю, что в данный момент это как-то очень близко к пределу. Но вот рейтинг единства в 5,5%, это вообще нормально для премьерской партии? Нет, это не нормально. Ну, то есть, все-таки терпение заканчивается у электората? Ну, я не думаю, что только единство, и, как сказать, единственный, чем оценивать работу парламента или политиков. Но, конечно, этот рейтинг очень неплохой, и мы знаем много причин, почему это так. Давайте мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, скоро вернемся, не переключайтесь. Ну, а мы продолжаем. В эфире по-прежнему информационный марафон. 2015-го прощает, да здравствует 2016-го. Подводим итоги уходящего года. В студии Абик Элкин, Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копин. Да, ну вот, может быть, господин Крепенс, такой вопрос. Все-таки много болельщиков у нас в Латвии, в том числе, наверное, хоккейного клуба «Динамо». Может быть, даже в числовом выражении самое большое количество болельщиков. Мы знаем, сколько зрителей было на трибунах во время игры с торпедо. Вот все-таки, на ваш взгляд, есть еще надежда на то, что нас порадует в следующем году рижский «Динамо»? Мы знаем турнирное положение, но, тем не менее, какое у вас? Ну, надежда умирает последняя. Да, понятно. Пока есть хотя бы минимальный шанс. Конечно, есть надежда. Но, судя по последней игре, со мной, конечно, многие не согласятся. Скажут, что я слишком большой оптимист. А что происходит на ваш взгляд? Я понимаю, что, может быть, это... Ну, трудно сказать. Нужно быть внутри команды, наверное, потому что для меня тоже непонятны эти все перепады. Потому что, если после игры в Загребе, я их везде, кто меня спрашивал, публично, не публично хвалил, что я такой жажды игры давно не видел, команды, то последняя игра это была... Ну, я не знаю, что это было. Ну, главное, самое интересное, что в этом сезоне происходят чаще всего такие спады именно дома, что у них была в темно. Да, да, да. Ну, дома всегда все хотят сыграть как можно лучше, а от этого получается не эффект, а дефект получается. И я думаю, что сказалось то, что, во-первых, достаточно долго не было известно, будет ли вообще команда. Это повлияло на комплектацию, конечно, состава и на все остальное. Ну, и мне кажется, где-то все-таки тренерский штаб не справляется, потому что ведь все исходит, вот этот настрой и эмоции, все это должно исходить из самой команды, в первую очередь от тренеров и так далее. Я Карри Хейкл довольно, ну, не лично, а вообще как тренера знаю. Ну, он такой спокойный финский парень. Может, как раз это его минус. Хотя, как специалист, там ничего плохого сказать о нем нельзя. Может быть, ему палки не хватает, ну, там, еще что-нибудь. Ну, и очевидно, что нет у команды, после ухода Санды, создан еще, нет лидера. Ну, нет лидера. Потому что Лаурис Дарсенч, который был капитан, вот его-то я как раз хорошо знаю, он прекрасный парень, отличный хоккеист, но при его чисто человеческих качествах, ну, это не то. Станет ли таким Кристоф Сотникс, если честно, не верю. Я не вижу в этой команде, может быть, Систитто тогда уже, но опять же хочется, чтобы капитан все-таки был свой игрок. Это, видимо, и к тренеру относится. Может быть, мы все-таки придем к своего тренера. Ну, и капитанов-то выбирали... Харри Слитович освободил. Да, вот мы вчера на эту тему разговаривали, вот сейчас Харри Слитович освободился. Ну, другое дело, что он продолжает работу со сборной России. Как там на это посмотрят, что вот он сейчас... Потому что Ротенберг уже высказался, что хорошо, у него, наконец-то, будет больше времени на сборную, а не с Олегом Знарком теперь только на сборную переключаться. Это плюс для сборной, плюс, все. Так что я не верю, что его отпустят сюда. У него все-таки там контракты и так далее. То, что он без клуба, это понятно. Хотя вариант был бы, ну, если не идеальный, то очень хороший. Вот, Виктор, вот говоря вот о годе следующем, он уже наступит буквально через двое суток. Вот все-таки, что ожидает с такого главного на международной арене, на ваш взгляд? Может быть, у вас есть какие-то там прогнозы или надежды? Удастся ли решить вот вопрос конфликта на Украине, разрешить там выполнить Минские договоренности 2 и поставить хотя бы здесь вот какой-то плюсик? Что касается следующего года, во-первых, я хотел бы, чтобы не было каких-то неожиданностей неприятных. Мы знаем, что в реальной жизни, планируя как хочешь, но все равно реальная работа, прежде всего, всегда находится под влиянием тех вещей, которых не ожидал, но они произошли. Я бы хотел надеяться, что таких неприятных неожиданностей не будет. Я не думаю, что будут какие-то конфликты полностью решены, но я надеюсь, что в частности в отношении комплекса проблем в Украине удастся, если не решить, то, по крайней мере, снять остроту. У нас наметилась в этом году тенденция в Минские соглашения, действительно снизилась интенсивность конфликтов. Мы знаем, что полностью боевые действия не прекращены, там по-прежнему стычки происходят, но интенсивность упала. Я бы очень хотел надеяться, что в следующем году эта тенденция закрепится. Это было бы выгодно абсолютно всем. То же самое касается Сирии, где немножко у нас в последнее время наметилось, во-первых, все-таки какие-то успехи в борьбе с ДАЭШ, так называемым исламским государством, и во-вторых, все-таки есть желание ввести, собственно, сирийскую проблему к какому-то мирному урегулированию. Это было бы очень хорошо, но здесь быстрых решений и простых решений не будет. А вот я все со скепсисом по поводу беженцев, о которых говорит вся Европа, и, естественно, у нашей умы этим тоже заняты. Вам не показалось, что мы как-то слишком скептически к ним относимся? Мы как-то слишком с негативом воспринимаем тот факт, что они сюда приедут? Мы их уже не хотим, еще не знаем, но уже, в принципе, не хотим. Беженцы для нас – это одна сплошная проблема. Может быть, нам не хватает какой-то человечности, в отличие от большинства европейских стран? Мы разочарованы? Оксана, вот здесь очень опасно использовать слово «мы». Я, например, скептически не отношусь. Я думаю, что… Я говорю о средней температуре по больнице, да, но так и иначе. У нас нет, на самом деле, такой средней температуры. У нас есть люди, которые более положительно относятся к этому и понимают, в какой ситуации попали эти люди абсолютно мирные. Есть у нас в стране много людей, которые очень сильно беспокоятся, которые, может быть, не знают ситуацию. Они беспокоены, им вот это все кажется страшным и непонятным и так далее. Здесь очень важно не заниматься самобищеванием, не заниматься критикой. Вот вы такие вот беженцев не любите и так далее. Нет, нам просто нужен серьезный разговор. И то, что, как вы сказали, наши умы заняты беженцами, я думаю, что это, в принципе, нормально. Это мы взрослеем. Мы, наконец, осознаем, что Латвия – это очень маленькая часть очень большого мира. И то, что происходит и хорошего, и плохого, вдалеке от нас, как нам кажется, оно рано или поздно аукается и у нас в стране. Нам нужно серьезно подходить к этой проблеме. Если все на самом деле не так плохо, то зачем же мы снижаем размер пособия для беженцев? Ведь все отлично помнят, что это как раз исходило со стороны народа. Может быть, вот им такие большие деньги, а нам такие маленькие. Мы столько не получаем, сколько беженцев будут. И правительство тут же пошло навстречу электорату. Я не помню такого случая, чтобы настолько быстро правительство шло навстречу электорату. Я думаю, что электорат – это такое условное понятие. В данном случае электорат писем правительству не писал с просьбой снизить пособие. Правительство приняло то решение, которое это правительство, это коалиция сошло нужное. Сколько было в демонстрации протестов? Были демонстрации такие, такие вспомним. Были демонстрации из-за прием беженцев. Я понимаю, что очень часто, посмотрев на вот эту картину, которая у нас складывается, кажется, что все общество против беженцев восстало. Я думаю, что на самом деле люди думают об этой проблеме не так однозначно. Там есть и опасения, и понимание того, что нужно помогать другим, которые попали в беду. Просто те, кто против, они громче, да? Я думаю, что возможно. И в конечном счете решение, которое принимает правительство, это ответственность правительства. Опять-таки это решение нужно смотреть в комплексе. Это не одно решение. Мы приняли решение, что мы все-таки будем помогать и будем принимать беженцев. Да, ну давайте, наверное, примем звонки. У нас много звонков. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день. Подключим и радиослушателей к нашему диалогу. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Вы знаете, с таким умилением слушал первую часть вашей программы, особенно часть, где господин Макаров рассказывал о проблемах, которые мы так доблестно побеждаем, и борьбу с бедностью, что вот люди у нас получают, ну не у нас, что вообще люди не должны получать меньше половины доллара. И о борьбе с климатом. Я считаю, что нам очень важны такие проблемы, которые можно, ничего не делая, побеждать доблестно. И я считаю, что одна проблема совершенно незаслуженно прошла мимо. Это борьба с землетрясениями. Если нет ответственного специалиста, я готов возглавить Министерство по борьбе с землетрясениями. И торжественно обещаю, что ни одно здание, ни один житель не пострадает на территории Латвии от землетрясения, если я буду возглавлять это министерство. Хорошо, мы обязательно вас посключим к этой работе тоже, как только будет министерство создано. Кто готов взять политическую ответственность? Я думаю, что это был намек на то, что, мол, занимаемся решением проблем или несуществующих, или которые невозможно решить. В данном случае это не так. Во-первых, действительно, то, что уже делалось последние 15 лет для того, чтобы снизить уровень бедности в мире, привело к серьезным улучшениям. Это никто 15 лет назад не верил, на самом деле. Тем не менее, в половину уменьшена крайняя бедность в мире. Гораздо меньше сейчас матерей, которые умирают в процессе родов, которые недонашивают детей и так далее. Вот это реальные совершенно вещи. Когда мы говорим о том, что нас беспокоит терроризм, давайте подумаем, почему он происходит. Если терроризм происходит из-за того, что где-то, не так далеко от нас, полная безысходность, вот убрав эту полную безысходность, да, хоть какую-то надежду развиваться, прокормить семью людям, мы снимаем угрозу для себя. Поэтому это проблема реальная, это проблема решаемая. Я думаю, что она будет решаться. В том числе благодаря тому, что вы сделаны. Ну, наверное, в Латвии люди по-другому смотрят на это, если им трудно к доктору попасть, если они борются за жизнь своих детей, если они смотрят, как прокормить свою семью. Поэтому намек же был на это, в каком состоянии народ Латвии в частности живет. Вот можно одну непопулярную вещь я скажу? Я должен это сказать. Я понимаю, что это непопулярная. Да, это вопрос, что мы живем не так плохо, да? В индексе человеческого развития стран, то есть, насколько вообще люди нормально живут, хорошо нормально, для всех стран ООН, Латвия в числе первых 50 стран. Нам еще очень можно далеко идти, и очень все у нас неблагополучно, и общий уровень доходов у нас ниже, чем у наших соседей в Западной Европе, и уровень неравенства у нас при этом высокий и так далее. Очень много что нужно делать. Но давайте не думать, что нам жить так же тяжело, как людям в Мали, в Нигере и во многих-многих других странах. Давайте оценить то, что есть. Да, нет, ну действительно, сейчас конец года не хочется так вот черной краски, вот мазать все черным цветом, но все-таки, Виктор, давайте я вас тоже призову. Все понятно, что Мали, Нигер, Чат, я думаю, можно перечислять даже Зимбабве. Ну сейчас и Украина можно туда же. Да, но вот когда Зимбабве вступит в Европейский Союз, мы сможем сравнить Латвию с Зимбабвом. Все-таки давайте будем мы внутри Европейского Союза сравнивать. Но пока тут особенно я понимаю, что глядя на сегодняшние парковки возле магазинов, уже машину поставить больше негде. Да, мы можем сказать, что да, на самом деле не так плохо мы живем, но давайте все-таки будем сравнивать внутри Европейского Союза, да, мне так кажется. Поскольку пока мы еще с последнего места в еврозоне не ушли, к сожалению. Так это все машины обик в кредит куплены. Ну, тоже неплохо. Вот, Республика Сударова, как вам кажется, все-таки, что нужно сделать вот тому правительству, или которое будет создано в следующем году, вообще, что нужно сделать в стране, какие-то такие первоочередные меры, реформа в каких-то сферах, вот как вам кажется? Я думаю, что это слово «реформа» уже звучит само по себе так, но не с уверенностью, так как реформы происходят все время, но результатов от этого нет. Мы считаем, что главное, за что надо браться, это система образования, потому что это фундамент того, как дальше строится экономика и развивается страна, и система здравоохранения. Люди должны почувствовать уверенность в будущем. И система стабильной среды для бизнеса, чтобы, если мы хотим верить, какие-то инвесторы приходят, и люди кладывают здесь деньги, создают рабочие места, они должны быть уверены, как эта страна будет развиваться в следующие 10 лет, как минимум. Вот такая уверенная среда. Это основы основ, но разбраться, понимать, как изменить ситуацию и шаг за шагом это делать. А проблема в том, что решения, которые принимаются постоянно, они на сегодняшний день, проблемы, которые сегодня должны решаться, не видя пять шагов вперед. И это главная задача правительства, уметь поставить такие цели, как минимум три года, которые шаг за шагом и успешно решают. — Да, вот, может быть, господин Креп, это такой вопрос вам касаемо спорта в следующем году. Ну, вы уже перечислили те достижения, которые есть, и тех спортсменов, которые вот на виду. — Ну, не всех еще. — Не всех, я понимаю, да. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то там, не знаю, виды спорта, в которых вы считаете в следующем году вот должен произойти, не знаю, прогресс, не знаю, футбол может быть. — Ну, в следующем сезоне еще, я думаю, нет, но я жду, что поднимется биатлон в целом. Да, у нас есть Андрей Расторгуев, и очень большие надежды связываю с тем, что вернулся Виталий Урбанович, что наши бывшие биатлонисты, Илмаш Боритис, Якоб Снаком, со сборной, что Олега Малюхина, своя школа, он в Мадане сейчас там, ну, не своя школа, он там с молодежью. Но это все требует время и терпения. Сразу это все не происходит, чтобы подтянуть вот этот остальных всех поближе к Расторгуеву, это одно. Второе, да, вы упомянули футбол, я соглашусь, потому что мне Мариан Пахарь всегда был симпатичен как игрок и теперь как тренер, и такое двоякое впечатление. Мы видим ту тенденцию, как развивается сборная, она лучше играет, а не более, ну, уверенно себя чувствует, но мы смотрим в турнире таблицы, у нас ноль побед, у нас последнее место в квалификационном турнире, что-то не сходится. И тут опять же нужно и терпение, и время, потому что опять буду оптимистом, наверное, вечным. И перед чемпионатами Европы 2004 года, когда мы попали в финальную часть, что погремело, как, не знаю, гром с ясного неба, примерно, как сейчас с Порзингисом, предыдущий этап, предыдущую квалификацию мы сыграли примерно так же плохо. У нас тоже строилась новая команда, тоже все создавалось, и все говорили ужас, куда мы попали и что сейчас будет. Я так надеюсь, что история повторится. А добавьте нам немножко финансового позитива, вот много сегодня говорили о деньгах, все-таки, вы говорите, у нас много хороших спортсменов, это прекрасно, но они у нас играют или не у нас? Мы способны им платить или не способны? Ну, это невозможно, если ты здесь на каком-то уровне себя проявляешь, и мы никогда и не сможем здесь платить, как, например, могут платить в НБА, в НХЛ, в Бундеслиге в Германии, в Испании. Это нормально, поэтому это, скажем, из какой-то маленькой немецкой команды тоже кто-то уходит куда-то наверх, это никто не воспринимает как ужас, вот мы сами не можем. Конечно, не сможем, маленькие страны никто не могут, посмотрите, сколько тех же чехов играет в НХЛ, да, и сколько тех же российских хоккеистов играет в НХЛ, лучшие почти все там играют. То есть, по этому поводу расстраиваться не надо? Нет. Мы поставщики ресурсов, это хорошо. Наоборот, тем больше наших спортсменов, я имею в виду игровые виды спорта, будут играть в сильнейших лигах мира, тем лучше для наших сборных, и это, опять же, пример для тех, кто начинает заниматься. Вы, вот, я думаю, что где-где Аврепа и сейчас прирост желающих заниматься баскетболом в разы вырос, 100%, хотя там и никогда не жаловались на отсутствие тех, кто тренируется. А вот, кстати, вот эта вот озабоченность населения Латвии, в том числе, здоровым образом жизни сейчас модно бегать, ходить в зал и так далее, это как-то отражается на профессиональном спорте? Ну, видите, профессиональный спорт и здоровый образ жизни, это далеко не одно и то же. Я понимаю, ну, какая это все-таки связь? Есть, ну, не знаю, дети там чаще занимаются? Ну, конечно, конечно, это отличный пример, и не все обязательно должны стать, которые тренируются чемпионами там мира, олимпийских игр, стремиться к этому, может быть, нужно, это другое дело. Вообще-то нужно стремиться чего-то достичь в любой сфере, не только в спорте. Но, конечно, это пример, вот посмотрите, сколько участвуют в этих велосоревнованиях, ну, на горных велосипедах. Там у них даже чуть ли не три лиги свои, они борются уже за участников, там каждый ужас, что там творится, да, там уже такая конкуренция. И все вот эти пробеги, все сериалы, это меня это очень радует, что такое количество людей занимаются активно чем-то, они, они активно живут, и они через это активно живут не только тем, что они спортом занимаются, они, я думаю, и в своей профессии. Время планируют. Как-то планируют время, они более организованы, и они вот почему-то все успевают. Сейчас примем еще звонок, только, может быть, господин... А, ну давайте, примем звонок, потом уже тогда вопросы зададим, да. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Господин Матис, я что-то так думаю, что вы не самый были плохой министр, на это я очень внимательно скажу за тем, кто у вас там происходит, по моим понятиям, самый лучший был, лишь то непонятно, почему именно вас сейчас сняли. Дай вам Бог здоровья, и дай вам Бог удержаться где-то на верхах этих, и что-то сделать. А вот вашему Макарову, господину Макарову, я бы пожелал, вы знаете, такой хороший парень был, извините за слово парень, просто у меня сын старше него, вот, и когда он был, не был при должности, такой был хороший парень, так было интересно слушать. А сейчас по должностям, ну что сделаешь? Говорить то, что, вот, а всем вам всего хорошего, вот, и Новый год, что все, и в новом году пока не будет хуже. — Спасибо большое, да. — Спасибо. — Вот тогда вот продолжая, вот, то, что сказал наш радиослушник, если понимаете, что вы ждете все-таки в сфере сообщений, которые вам близко в следующем году позитивного, вот на ваш взгляд, ну, пример у нее, аэроболтик, будет ли развиваться сейчас после того, как выливают такие большие деньги, или будет потрачено опять все по новой, вот как вам кажется? — Ну, очень много работ, которые начаты, я думаю, что и работы по реконструкции автомобильных дорог, которые очень, по всей Латвии ведется в больших объемах, и здесь как раз нет проблем с европейскими фондами, тут уже второй год работает, и уже новые европейские фонды, и все развивается и продолжается, так что в этом сфере я вижу много позитивных моментов в следующем году. И также, если смотря на аэроболтик, то, конечно, радует то, что авиация продолжает лидировать в Балтийском регионе, в Риге, то есть, Рижский аэропорт на этой неделе достиг своего максимума за время существования, то есть, будет возможность для наших людей путешествовать, для бизнесменов найти новые контакты, для Латвии, для Риги развивать туризм, так что это сфера, которая будет развиваться, и, конечно, национальная авиакомпания будет развиваться. Ну, есть и много, как сказать, вопросов, что будет дальше, ну, например, говорили сегодня об геополитической ситуации, что будет дальше с потоками грузов, да, если смотрим на железную дорогу, то тут, ну, меньше оптимизма, может быть, на следующий год, но я надеюсь, что, что, что сможем, и, я думаю, Латвия сможет удержать все грузы, которые, которые у нас есть. То есть, много-много-много позитивных вещей, которые начаты, и я думаю, я надеюсь, что в скором будущем будет новый министр, потому что, если правительству практически месяц, ну, нет, действующее правительство, то действующего министра транспорта нет уже почти двух, два месяца. А вы будете претендовать? Ну, это сейчас очень трудно сказать. Пока надо понять, что и как, и какая будет коалиция, какой будет премьер и так далее. Сейчас мы говорим о работах, не о постах, так что придет время, тогда поговорим. Но я думаю, что важно то, чтобы было четкое руководство, чтобы были четкие направления, что надо делать, и чтобы каждый человек почувствовал то, что делает правительство, не только министерство сообщений, но и министерство здравоохранения, министерство образования и так далее, чтобы каждый человек почувствовал то, что ситуация улучшается. И вот я снова со скепсисом по поводу улучшения ситуации или железной дороги и транзит. Насколько я понимаю, к примеру, Рижский порт сокращает прогнозы на будущие годы. Связано это как раз с экономической ситуацией в России или с желанием России переориентировать грузы на свои порты. Чем это может закончиться? Она все-таки набирает обороты или это то, чем российская сторона нас постоянно пугает, но не делает? Я не думаю, что главное, что тут какие-то политические аспекты. Мы все знаем рыночную ситуацию нефтяных продуктов. И прогноз цены на нефть такой, что будет падать. Главное, самый большой продукт, который мы перевозим, то есть и в том числе через Рижский порт, это каменный уголь. Если сам уголь стоит меньше, чем транспортировка, то, конечно, экономически перевозить этот продукт очень невыгодно. И Россия будет использовать свои порты, потому что они платят за услуги в рублях, тарифы железнодорожные в рублях. Мы видим, что российский рубль тоже на днях упал до минимума, долгое время минимума. То есть это не только политические отношения, но это и ситуация экономическая. То есть необходимо искать новые виды услуг, новые виды продуктов, в том числе в Рижском порту, чтобы удержать позиции. Не грозит ли нам это каким-нибудь кризисом, хотя бы в сфере логистики? Я надеюсь, что нет. Надо очень активно работать, чтобы найти новые рынки, новые возможности, в том числе Китай, в том числе, я думаю, что очень много возможностей с Белоруссией, нашей соседней страной. То есть много возможностей, надо работать. Господин Макаров, может быть, Вы можете нас порадовать какими-нибудь прогнозами относительно улучшения или возможного потенциального движения в сторону улучшения отношений с Россией? Я не могу порадовать прогнозами. Я надеюсь, что, по крайней мере, не будет происходить ничего, что заведет отношения России и Европейского Союза в еще больший тупик. Сейчас действительно эти отношения находятся не в самой лучшей форме. Я всегда говорил, и когда был еще экспертом, нам выгодно и для Латвии полезно иметь нормальные отношения с Россией. К сожалению, после всего, что произошло последние пару лет, это стало очень трудно. На отношения с Россией в будущем году будет влиять все произошедшее, то, что произошло на Украине и так далее. Но, по крайней мере, хотелось бы надеяться, что и у российского руководства будет понимание того, что лучше иметь хорошее отношение с миром, хорошее отношение с Европейским Союзом, сотрудничать, а не заниматься конфронтацией. Но ведь и сотрудничество в борьбе с терроризмом тоже наверняка будет как-то влиять? А это движение в позитивную сторону? То, что Россия, как и другие страны сейчас, наносит удары по ИГИЛу, это, я думаю, хорошо. Как минимум, нужна координация, чтобы не создать еще больше проблем. Но какое бы ни было сотрудничество в этой сфере, все-таки оно не отменяет всего того комплекса проблем, которые связаны с Украиной. Так что это два разных трека, они не будут пересекаться. Да, может быть, Газелин Крайпанцу в завершении что-то такое позитивное. На что, на ваш взгляд, болельщикам будет прикован в январе-феврале, вот, в первые месяцы следующего года? Ну, все зимние виды спорта, в первую очередь, конечно. Ну ладно, Динамо Рига мы уже упоминали. Пока шанс есть, внимание будет. Тем более у нас в январе 9 домашних матчей, еще 4 в феврале домашних игры. Ну и, конечно, мы все-таки начнем Новый год уже с мыслью больше и ближе к лету, к осени, потому что в июне Чемпионат Европы по футболу, в начале августа Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Это два самых главных, наверное, больших события. Ну и там уже ближе к лету и Чемпионат мира по хоккею. Так что, в принципе, ничего нового, кроме вот этих двух, двух-двух больших событий. Ну и я уже перечислял эти все виды спорта и мотокросс и все, что у нас на хорошем уровне. Это все, как обычно, по календарю. Уже в конце февраля у Йонаса уже первый этап чемпионата мира по мотокроссу. Так что 27-го, если не ошибаюсь, где-то так. Ну что ж, время этой части нашей передачи подошло к концу. Я напомню, кто был у нас у гостя, глава партии Носерс Латвин Гуна Судроба. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Бывший министр сообщений, депутат Сейм Андрей Смати. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спортивный журналист, комментатор Анатолий Крейпин. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Советник главы МИДа Латы Виктор Макаров. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, с наступающим. А мы прервемся на новости рекламы, вернемся буквально через несколько минут. С другими экспертами. Спасибо. И продолжим наш итоговый марафон.